Одна музыка у нас похожей, все равно, что мы не похожи. Одна музыка у нас похожей. Пока талантливые ребята выступали на сцене, таланты в зале ждали своего выхода. Только сегодня этим ребятам не надо было показывать или доказывать свои умения. Сегодня они получали заслуженные награды. За труд и цель и устремленность учащихся детских школ искусств, учреждений культуры и спорта, а также преподавателей отметили именными похвальными листами от исполняющего обязанности руководителя районной администрации. Мы вручаем вам торжественные награды за ваши успехи. Конечно, нужно сказать слова благодарности вашим педагогам и родителям, которые много отдали для того, чтобы вы смогли такого добиться. Надеюсь, что ваши знания и умения в будущем пригодятся для нашей страны, во благо нашего муниципального района. Самое главное – большого желания для того, чтобы в новом учебном году достичь еще больших высот. Гордость района. Похвальные листы получили десятки молодых людей, заслужившие их усердием и целеустремленностью. Евдокия – юная пианистка. Оттачивает мастерство уже шесть лет. Говорит, что инструменты, направленность внешкольной деятельности выбрала сама. Однако мама возражает. Наклонности предопределили гены. У нас выбора-то не было. Мама сама – музыкант. Поэтому и по необходимости ездили в школу, работали. И так обтянулись и стали заниматься. У талантливого преподавателя Ларисы Викторовны Богдан, у которой дети все любят фортепиано, любят музыку. Никто с этим не расстается. И вот мы, к счастью, тоже полюбили музыку. Занимаемся много лет. И, ну, наверное, успешно. Да, Дуня? Дуня стала первой на областном конкурсе, где сыграла два сложных произведения – Григо, поэтическую картинку, и Мусоргского – балет «Невылупившихся птенцов». Репетировали три месяца. Я рада и я думаю, что наградили меня похвальным листом за то, что я стремилась к своей цели. Но ты любишь инструменты? Да. Когда получается, люблю. Сложности есть, да, наверное? Проходится и через себя проходить. То есть это не просто так же, правда? Сложно, тяжело. Трудиться всегда тяжело. А добиваться результатов, когда не получается, сложно. Поэтому мы очень рады, что все-таки у нас получилось. От школы Олимпийского резерва по фехтованию на награждение пришли 11 спортсменов. Среди них как только начинающие спортивную карьеру победители межрегиональных турниров, так и фехтовальщики постарше, победители первенства чемпионата страны. Похвальный лист получила и Настя Болягина. Главным ее достижением тренер обозначил вовсе не медали или кубки. Она отобралась с бомбом команды страны. Конечно, на первенстве мира чуть-чуть не хватило ей. Она заняла там восьмое место. Но из ста с лишним человек – это очень хороший результат. В мире восьмой быть это тоже. Каждый ребенок по-своему уникален. И похвалу заслужили не только отличники учебы или спортивной подготовки, но и представители патриотических клубов. Как считаешь, за что тебя наградили похвальным листом? Да я даже не думала, что за что-то можно наградить. Вроде бы просто ходила ради удовольствия. Награды, полученные из рук исполняющего обязанности руководителя района, это достойное завершение года. Но кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Впереди лето и каникулы. И мы пожелаем ребятам провести их так, чтобы и за это хотелось вручить похвальный лист. Татьяна Колганова, Дмитрий Волнов. Новости из Кровект.